вечер добрый дорогие друзья я сегодня несмотря на то что уже очень поздно и сумасшедший совершенно устал тем не менее сюжет на злобу дня я думаю что очень многих он заинтересует возможно львиная доля вас уже в курсе одна я может быть не знала не в курсе было хотя у меня конечно было где-то там внутри сомнения но сегодня я убедилась в этом окончательно потому что получила письмо с вопросом содержание которого в следующем уважаем наталья викторовна здравствуйте я прохожу сейчас аттестацию я принимала участие в интернет-конкурсах попадала документы там чем все мои дипломы все мои сертификаты которые у меня были получены вот здесь интернете участвую в разных конкурсах они не действительны самое интересное что я тоже поддалась на эту авантюру в сентябре месяце а потом и попозже участвовала в подобных конкурсах у меня вот за последнее время вот такая папочка здесь у меня их немало этих дипломов и всевозможных росконкурс . рф вот их несколько у меня то есть я проходила там тестирование сертификат педагогический журнал ну не знаю может быть этот это и возьмут во внимание потому что я отправляла статью из своей книги сразу же получила сертификат потом я получила немного погодя диплом но самое интересное что степень получения моего диплома была второй хотя книга которую я написала имеет такие потрясающие рецензии внешние рецензии нет ни педагогами в колледже которые меня хорошо знают а совершенно другими людьми из академии музыки и театры музыкальными психологами людьми совершенно не имеющими нет к ним с ними никаких личных взаимоотношений чтобы они из-за каких-то личных симпатий мне там завысили оценку я не знаю мне вообще показалось когда я получил этот диплом эти там вот то что я там тестирование проходила там первой первой степени все первое 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 а здесь я очень конечно расстроилась мне было непонятно потом я зашла они все регистрируются все эти результаты они все есть интернете я зашла тут сроки написаны знаете вот оно написано что участие декабрь декабрь 2016 год я зашла декабрь 2016 год нашла за этим номером там 105 196 свою фамилию и значит там результаты напечатаны в принципе при желании аттестационная комиссия могла бы заглянуть там и так далее посмотреть но она наверное да не наверное она этого делать просто не будет потому что я проверила все я вы почитала в связи с ответом на этот вопрос они действительно можно даже поставить крест и даже их и не подавать на аттестацию а последнее последнее мое так сказать удивление было в следующем удивительное рядом вот удивительное рядом я когда ну все уже я там в базе данных есть как преподаватель колледжа что я вам статью отправляла вот сертификат есть вот диплом есть я кстати когда это все делала самого начала я человек такой законопослушный требует такого же отношения к себе и когда я начала участвовать вот в этих конкурсах а начала просто понимаете праздное любопытство любопытство наташа а ты вообще справишься вот там с этими тестами сумма которую мы с вами платим 100 150 140 200 там 250 рублей но она не такая великая на это и рассчитывают люди которые создают подобные сайты которые не имеют никакого отношения для того чтобы нам с вами потом доказывать свою квалификацию предоставляя вот эти дипломы и которые мы получаем здесь оформлено все абсолютно на законном основании я все проверила абсолютно все проверила и есть свидетельство о праве значит публикации в сми все это и все реестры я проверила людей пробила которые там значится в этих свидетельствах они на самом деле они на самом деле есть они на самом деле проживают по тем адресам которые в этом свидетельстве есть то есть сейчас все можно абсолютно там пробить через интернет они реальные люди трудятся но вот таким вот образом понимаете за две минуты у вас диплом меня удивило следующее даже я зашла сегодня после того как получила это письмо с просьбой ответить наталья вот как вы сталкивались с этим или нет у меня через полтора года аттестация я теперь конечно знаю что я и не понесу даже эти дипломы я буду совершенно иными путями доказывать свою высшую квалификацию участием личным в конкурсах и так далее а это все так вот я заглянула и до сих пор по сей день там значится вот это дарственное так сказать нет не дарственное дарственное в плане того что диплом хоть какого понимаете конкурса межрегионального всероссийского международного конкурса хоть какой степени первой второй или третьей степени хоть какой темы по вашему выбору вы можете получить не участвую ни вообще нигде но заплатив за это я до сих пор это значится то есть там написано что ограничено это так сказать подарок подарок такой от сайта участникам предыдущих вот кто публиковался там спасибо конечно большое за подарок ну что толку то с такого подарка и вот но я ведь я до конца не знала потом уже начала когда все это тут штудировать я вот этот диплом сама себе печатала вот сама себе печатала захожу я прям видите какая-то уставшая расстроенная так бы можно было вы знаете с таким еще с каким-то сарказмом там вообще там рассказывать все захожу а мне международный такой ну наталья давай уже там это тыкай там на международный там там тема тема искала искала там что только не было понимаете темы ну ничего мне не подходит ну ничего мне не подходит ерунду то какую-то там выбирать то тему и вот вдруг речевая культура педагога ну ладно международный конкурс речевая культура педагога а какое вы место хотите меня там спрашивают понимаете а вы какое место хотите первое второе или третье я бы ну конечно первое хочу вообще-то потому что если бы я реально участвовал в конкурсе речевая культура педагога я бы все сделала для того чтобы это первое место получить то есть у меня есть все шансы его получить я работаю над собой постоянно и там градация за первое место международном конкурсе Столько денег за второй, столько-то за третий, столько-то. Только, значит, заплатите, и у вас тратите мне тут же, значит, этот диплом. И плюс следом, а хотите еще благодарственное письмо? Хотите? От альманаха-педагога. Я говорю, ну, почему не хочу-то? Хочу. То есть вот это мне было бесплатно. Тоже я сама себе все набираю. Мне так интересно. Я-то сюда уставилась, набираю, там, преподаватель, колледж искусств, Ахмед Вандали Викторовна, смотрю, у меня слева там тыр-тыр-тыр-тыр, то, что я пишу, уже сама себе и диплом печатала. Сама-сама-сама, все сама-сама, 20 минут, и все нормально. Слушайте, ну, вообще, конечно, это удручает, очень удручает. Несмотря на то, что у людей есть все документы на право заниматься этой деятельностью, и они реальные, эти люди, то есть это не какие-то там мифические, но меня забомбили теперь предложениями, моя вся почта завалена вот этими предложениями, то, что я три раза там наследила, там побывала, там побывала, там побывала, Росконкурс.ру, Педжурнал и Альманах Педагога. Вот три, то есть куда я отправляла свою статью, где я тестировалась, и плюс вот я еще получила, нет, это у меня что было, Альманах Педагога мне просто так подарили вот на Новый год, а это я участвовала в педагогическом журнале. У всех у них свидетельства, все у них там, есть все документы, но это все будет бесполезно мне во время аттестации, мне это ничего не принесет абсолютно. Поэтому вы будьте осторожны, я сегодня, когда стала искать девочка, когда мне написала, что у нее ничего там не взяли во внимание во время аттестации, вот эти дипломы, я думаю, о, а ты-то тоже туда же залезла, захотела там все. Потому что самое забавное было, когда я получала диплом по тестированию, сейчас скажу, какая тема, использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности. Кстати, эта тема сейчас, она настолько актуальна, именно информационно-коммуникационные технологии. То есть все сейчас компьютеризировано, все у нас там технические средства в наших учебных, образовательных учреждениях есть, мы должны всем этим владеть, мы должны, значит, знать, а то у нас студенты и дети, и школьники все это знают, а педагоги даже не знают, как чего включить, какую кнопочку где нажать, и что такое файл, и как, с чего, к нему, с какой стороны подходить. Поэтому вот я открыла именно вот этот тест, один я прошла, значит, по основам педагогического мастерства, там тоже первая степень, я сдала этот тест, прошла, а вот над этим я сидела минут 20-30, наверное, у меня все. Один ответ неверный, один ответ неверный. Вроде бы, как, понимаете, не про форма, как бы не раздают направо-налево, нет, отвечаю честно, отвечаю, все это, понимаете, подкупает, что, ну, наверное, люди же разрабатывали, люди все это делали, посмотрите, там 4 или 5 вопросов неверных, вообще ничего не прошли, вы вообще не получите даже третью степень. То есть как бы и ты стараешься делать откат, опять откатываешься на предыдущую страницу, и заново начинаешь проходить этот тест. Там уже все эти кружочки, варианты 1, 2, 3, они опять пустые, то есть нет такого, что, ага, я здесь вот была, давай-ка я сюда поставлю. Нет, этот номер не пройдет. И запомнить невозможно, вопросов-то немало. И вот я тык-мык, тык-мык, один все время неправильно. Да что такое, где же я это? Это неправильно, то есть я вот минут 20-30 корячилась, пока не получила диплом первой степени. Фиг, что толку-то, бумажки все на ветер, короче, ничего нет. Я, конечно, ну, не знаю, прикладывать это, не прикладывать, будут это учитывать, может быть, и положу. Ну, в общем, я хочу сказать вам, чтобы вы, ну, не тратили, пусть это небольшие деньги, не тратьте эти деньги. Лучше действительно какие-то издавать там, ну, что-то печатать, какие-то статьи, чтобы были рецензии, чтобы сейчас типографии, пожалуйста, ищите спонсоров, ну, напечатайте свои сборники, пусть у вас будут рецензии внешние, внутренние, то есть в своем месте работы кто-то напишет рецензию, в другом месте работы учреждения, которые выше по статусу, вот как у нас колледж, я тут академия мне писала. То есть что-то такое, участвуйте сами в конкурсах, в профессиональных конкурсах личных, устраивайте какие-то семинары, я не знаю, то есть нужно посмотреть сейчас эти требования, я не могу, допустим, за ними угнаться. Только в прошлом году была аккредитация актерского отделения, мы все написали, все документы написали, все программы написали, ФОС и ФГОС, и все, ну, то есть все, все написано было, сейчас опять новые какие-то требования, угнаться, ну, невозможно, просто невозможно, поэтому, получается, может быть, мы и сели, так сказать, успокоились, ну, вот у меня это есть, это есть, это есть, вот, и, значит, можно уже и спать спокойно. Нет, нет, год пройдет, вот у меня через полтора года, и там вообще неизвестно, что там будет, если у нас сейчас налог на тунеядство, тоже, людей сначала работы лишают, а потом, значит, еще и налог с них трясут на содержание государства. Я вообще, я не против того, чтобы люди трудились, я только за, но, извините, если человека лишили работы, если у него нет рабочего места, а потом еще с него государство будет драть деньги, почему я не знаю, что нам ждать вообще дальше от аттестации. И сама форма аттестации, кто нас аттестует, какие люди аттестуют. Вот у меня, когда, я очень расстроилась, что у меня пришел диплом второй степени за мою статью вот из книги, очень расстроилась, вам честно могу сказать. А потом, когда заглянула вот в список, где я там значусь, на самом деле все там значусь, я смотрю, первое, второе, третье, первое, второе, третье, первое, второе, третье, рулетка, что ли? Ну, просто какой-то барабан, понимаете, кто там что читает. То есть поставлено просто на время, да, то есть ответить, ну, прислать диплом, сертификат сразу мне, и вылетел, сразу же. А диплом я вот там через две, что ли, недели, или сколько. И вот оно, понимаете, как бы так, первое, второе, третье, первое, второе, третье, как-то вот так. Ну, я попала вот на второе, может быть, и на третье бы попала, понимаете? Еще радуйся, Наталья Викторовна, что я вообще второе. В общем, меня как-то вот это все подрастроило, я сначала сюда вся окунулась для того, чтобы наоборот подбодрить эту девушку, которая мне написала, и сама себя подбодрить, а потом расстроилась, убедилась в том, что это все ерунда, ничего мы с вами не получим. Потом наткнулась на статью, начала вот искать, 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 искать. На самом деле я прям задаю вопрос, и мне ответ нет, эти все вот эти дипломы, тестирование, интернет-конкурсы во внимание не берутся. И потом натыкаюсь на статью, ценные и бесценные профессиональные конкурсы. Хорошая статья, замечательно написано, великолепно. Но здесь автор, автор этой статьи приводит, я еще не заходила туда, да, коммерческие дистанционные конкурсы учащихся при аттестации не учитываются. А далее идет список конкурсов и олимпиад для педагогов и школьников, одобренный Министерством образования. Есть ссылка. Я под сюжетом эту статью напишу, ссылочку на нее, вы можете почитать комментарии, можете найти, это буквально сразу же, в самом начале. Не ходила, еще не смотрела, могу вот сейчас кликнуть, список конкурсов. Всероссийские международные дистанционные конкурсы и олимпиады для детей и педагогов. В скобках учителей и воспитателей. Перечень, одобренный Министерством образования 2016 года. Ну, мы уже с вами в 2017, понимаете? Вот как, вот как, вот как. Потому что здесь вот это вот все, вот это вот все, макулатура вот эта вся, вот целая пачка. 140 рублей, там, понимаете, еще международный конкурс, за первое место вы, Наталья, 140 рублей, за второе место, там, 130 рублей, там, или сколько, 120 рублей, там, 100 рублей и так далее, и так далее. Все, прямо градация, ну, вроде бы, что деньги, мы сейчас на автобусе 100 рублей, туда-обратно съездить с пересадкой 100 рублей. Вот, и грамотно все, в принципе-то, сделано. Ну, все грамотно, потому что есть люди, принесут там диплом на работу, а руководство знает, что, ну, не тянешь ты на первую степень, ну, ты априори не можешь просто вот элементарно вот получить вот диплом на такую-то тему за первое место в международном конкурсе. Ну, человек скромно, но зато поучаствовал, ну, кликнет там на третью, на третью степень, либо на вторую. Все сделано грамотно, все грамотно. Ну, тут же, понимаете, вот тут же, и уже Новый год давно прошел, и уже январь заканчивается, уже что тут осталось. А объявление так и есть. То есть подарок за 200, ну, в смысле, за 140, там еще потом какие-то проценты, когда я начала на карту переводить, там все равно какие-то проценты возникли, небольшие, в районе 5 рублей, что ли. Перечень конкурсов профессионального мастерства. Вот, пожалуйста, рекомендуемый перечень. Одобренный Министерством образования 2016. Зайдите, посмотрите. Ну, по крайней мере, вы будете хоть немножечко как-то вооружены, что ли. А это все вот так. Так что, солнышко, и у вас, кто задавал мне вопрос, не помню, как зовут, и у меня тоже все это в корзине. Все в корзине. Ну, бумажки красивые, на стенку повесить. Что-то лучше. Так что вот так поделилась с вами. Аттестация очень такое кропотливое, невероятно кропотливое дело. И вот кто сейчас уже сидит, подпрыгивает в ожидании всего этого, собирает все эти бумажки, собирает все это. Я даже не знаю, чем здесь помочь. Чем здесь помочь. Я сама вот буду в конкурсе участвовать. Сама буду петь, печатаю. То есть пишу, уже третью часть пишу книги свои. То есть, ну, ну, уж это-то доказывает, что я не сижу на месте. Курс повышения квалификации 72-часовые, сейчас двухгодичная профессиональная переподготовка. Потому что там идет один из пунктов, когда нам объясняли, ну, это вот по 16-му году, когда объясняли, что вы должны обязательно иметь публикации, вы должны обязательно участвовать сами в конкурсе и быть лауреатами. То есть вот эти пункты. Но там есть такая вот, ну, это не лазейка, это нормально, это действительно на уровне, вот, на уровне закона. Допустим, у человека нет возможности, ну, не может петь. Он прекрасно методически подкован, он преподает, он все, но он петь не может. Ну, вот я, допустим, я не пошла бы петь. Но можно там какие-то из пунктов, которые вот они вроде как обязательные, там какой-то процент допускается, чтобы их не было в документах. Или кто-то, наоборот, поет, но у них нет печатных публикаций, каких-то методических разработок и так далее, и так далее. Я не знаю, мне кажется, что сейчас написать, вот именно найти там, где вы реально сможете поучаствовать, и это будет взято во внимание, написать интересную статью, открытый урок, даже открытый урок, прописать его, все. Это же не так много, это же не книга. Интересно, обязательно с использованием технических средств. Сейчас на это очень большое внимание уделяет, уделяется этому очень большое внимание. Потому что зрелищность, потому что вот у нас клиптовое мышление, потому что молодежь у нас вот смотрит, это привлекает внимание. Это значит, память, может быть, быстрее как-то у них там падает в их головы. То есть вот на это обращают внимание. Я вот читала, читала, сколько я посмотрела сегодня, я уже часа два, как я тут ковыряюсь. Вот пришла, немножечко перекусила, и вот сижу, ковыряюсь вот все это, разбираюсь во всем этим. Ну вот еще вот туда, вот только сейчас вот перешла по ссылке, еще посмотрю, почитаю. Ну и вам тоже желаю быть бдительными, будьте внимательны, потому что я представляю, какие обороты денег у этих людей сумасшедшие. Я не хочу совершенно считать, мне чужих денег никогда не считала, но это действительно такое впечатление, что мы просто как в рулеточке. Мы туда все-таки кидаем, и все на автоматике, все идет, кому первое, кому второе, кому третье. Ну вот именно вот поэтому. А тесты? Нет, а тесты я не могла пройти, пока не ответила правильно. Пока не ответила на все вопросы правильно, не получила диплом первостепени. В общем, как тут что понять, не знаю. Делитесь своими мнениями, делитесь, кто где был, кто прошел аттестацию. Помогайте друг другу, потому что видео вот таких вот откровенных разговоров, я не знаю, правда не смотрела, скорее всего, они заключены именно в порядке, может быть, проведения аттестации, какие-то рекомендации для аттестуемых. А вот так вот именно, касаемых дипломов, я даже чуть не посмотрела. Уселась перед вами, перед камерой, может быть, там уже кто-то все и рассказал. Но ничего, повторение, мать учения. Всего вам доброго. Дай Бог вам всем подтвердить свою высшую квалификацию, кому надо первую квалификацию, потому что мы не можем перепрыгивать. Да, кстати, вот я вам сейчас скажу, если вы не знаете, не слышали, когда нас собирали утром по осени на педсовет. Я уже плохо соображаю, устала дико. И нам сказали следующее, и это правильно, это правильно. Вот у меня в марте аттестация, но не в этом, а в следующем году. И если я в декабре не подам все документы, в декабре, за три месяца, то есть по закону, это все по закону, кажется, ну в марте, то у меня не возьмут эти документы и меня откатят на первую категорию. То есть я должна буду еще проработать по первой категории, а потом подавать опять документы заново на высшую вовремя. То есть я не останусь на высшей категории, потому что я же ее не подтвердила вовремя, меня откатят на первую. То есть вот так гласит закон, поэтому вы не опаздывайте с этим делом. Заранее все, заранее. Где-то что-то, как-то будет это учитываться при аттестации, не будет, но вы все равно складывайте все. И пишите в своем, значит, вот у меня настельный календарь, я там, я вот пришла, я сразу крестик зачеркнула и вписала, чего я делала. И потом я вношу еще и в компьютер везде, потому что я потом ничего не могу вспомнить. Столько всего у меня, я не могу ничего вспомнить, поэтому я все пишу. Там пишу, календарь на стене, и здесь пишу, везде. Ну и ежедневник, естественно, там. В общем, будьте к себе, любите себя, позаботьтесь о себе сами. Никто о нас не позаботится, кроме нас самих. Всего вам доброго. До свидания.